Ну что, здорово, молодой, с тобой, как обычно, Паша Клейнс, и сегодня я на пятом сервачке, как обычно, тут в матрёшечке буду заниматься всякой разной суетой. Вот тебе небольшой вот этот микрогайдик, как обычно, а мы приступаем потихонечку к радисику, ну вот, после вот этого. И, как обычно, небольшой гайдик о том, как найти ссылочку. Ты просто-напросто берёшь, заходишь на мой канал, дальше ты нажимаешь на ссылочки все, и находишь нужную тебе ссылочку. Такие вот дела. А в закрепе тебя ждёт секретник и промокодик, который тебе даст бесплатно тачечку. Держу тоже в курсе. Сегодня, как ты уже понял, у нас с тобой будет обзорчик на автомобиль Макларен Сена, который я из батл пасса выбил. Вот, и, собственно, где же он был, я сейчас очень быстренько покажу. То есть, если у тебя всё ещё есть вот этот вот пасс непосредственный, то ближе к какому-то там, чёрт его знает, к какому уже уровню, я, если честно, уже не помню, к какому конкретно. Вот, кстати, ещё масочка вот этой грабителя, она у меня была в предыдущей серии, ты её, возможно, помнишь, но я её решил снять, она мне пододеела. Вот он, Макларен Сена, непосредственно. Итак, сегодня мы с тобой сделаем непосредственно обзорчик на этот автомобиль, причём достаточно конкретненько. То есть, что я сейчас делаю, я сейчас возьму непосредственно, заспавню, конечно же, сразу же. И вот она, вот он, этот прекраснейший автомобиль. И он, кстати, уже достаточно неплохо выглядит, как я считаю. Вот, и в первую очередь, что же нужно сделать для того, чтобы его обозреть? Для начала выбрать, конечно же, куда мы с тобой поедем непосредственно. И что же я вижу? Я вижу, что здесь, в принципе, есть какая-то трасса, где можно вот этими делами всякими позаниматься. Самая хорошая трасса, это, по-моему, вот сбоку которая, но, в принципе, это не так уж и важно. Мы сейчас с тобой выезжаем из двора непосредственно налево и вот прямо едем-едем, быстро-быстро и посмотрим на максималочку данного автомобиля. Я надеюсь, что этого вполне-таки себе хватит. Ну и сразу же непосредственно вот такая вот история, а именно документы на транспорт. Мы сейчас с тобой быстренько глянем. Как ты видишь, она стоит 20 миллионов рублей. Состояние у нее просто нулячее и пробег и прочее, но пока что она еще вообще абсолютно не улучшена. Вот, ну и, соответственно, сегодня мы всем с тобой вот этим вот делом займемся, что называется. И для начала, что я бы хотел сделать? Я бы хотел сделать фатишу у себя, у тебя фатишу, наверное, делать. Я буду, посмотрим. Вот, я бы хотел, конечно же, проехаться на вот этой вот лайбочке, чтобы посмотреть на ее максималку и на прочие такие вот моментики. Так, ладно, давай, собственно, посмотрим. Так, ну, ехать, видимо, не сюда. Так, кстати, как это работает? Мне вот это вот интересно. Ну вот в плане... А, я понял. То есть здесь чисто, если только разворачиваться. Окей, поехали. Развернемся в таком случае и потихонечку, понемножечку поедем. Вот, у меня, к слову, вот эта вот тема со светофорами не работает. Это очень хорошо. Ну, типа мне штрафы не прилетают. И все по той причине... Мы сейчас еще и заправимся с тобой. Ты что думал-то? И все по той причине, что я, собственно говоря, это... Так, на спидометре нажмите на вот эту вот моментик. Раз, два. Сейчас мы заправимся. Короче, когда у тебя есть подписка на трешку плюс, то, соответственно, не работают всякие штрафы и прочие вот эти вот моменты. Поэтому все очень даже мега круто и так далее. Вообще супер друпплер. Итак, мы с тобой вообще целиком и полностью уже заправили данный автомобиль. Поэтому сейчас мы с тобой можем спокойно въезжать непосредственно. Так, и сейчас мы с тобой поворачиваем направо. И начиная вот отсюда, непосредственно, мы сейчас с тобой поедем. Я надеюсь, что это будет адекватная трасса для всех вот этих вот историй. Поэтому сейчас глянем, что называется. Там, кстати, очень прикольная машинка проехала. Так, куда мне нужно ехать? Очень быстренько. Да что ж ты, очень быстренько глянем. Так, я надеюсь, что этой трассы хватит. Если не хватит, то выйдем на вот эту, которая, получается, соединяет юшку и... То ли Батарева, то ли Бусаева, что-то в этом промежутке. Короче, поехали. Просто-напросто. Итак, ехала. Так, ну, очень хороший разгончик до соточки идет. Если что, то это 100, как я уже и говорил. То есть сюда абсолютно ничего не установлено. Мне очень интересно, какая здесь будет максимальная скорость. Так, 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 уже 240. 240 уже пошла. Это очень супер, мега, very good. 260. Так, и что-то мне кажется, что этой трассы особо не хватит. 280. Пока что 270, 80, 285, 290. Такое ощущение. 300 км в час она в стоке едет. Нормально, нормально. Так, притормозим чуть-чуть, пожалуйста. Спасибо. Так, ну слушай, она едет очень хорошо. То есть она уже разгоняется до 300 км в час. Нам с тобой нужно окончательно убедиться в том, что, собственно, она реально развивает эту скорость. Я сейчас по карте посмотрел, куда нам ехать. Да что ж ты, блин. И, соответственно, да, хватит. Что это было? Так, ладно. Вот так вот я сейчас просто-напросто сделаю и все. Что я сейчас сделал? Ну, почему вот оно вот так вот отображается? Я этого не прошу. Боже. Так, ладно. Сейчас нам с тобой нужно заехать непосредственно на вот эту вот историю, так сказать, все. И развернуться где-нибудь здесь. Потому что у нас здесь уже мост в юшку. А нам юшка сейчас не особо-то уж и сильно нужна. Ладно. Давай пройдемся. Нифига он, бля, как заехал. Вот ты, блин. ЕПП, что ли? Ладно. Сейчас мы с тобой развернемся, где мы здесь. И посмотрим, какую максимальную скорость развивает Макларен Сена непосредственно. Я сейчас чуть-чуть, кстати, как будто бы подлога... Куда ты едешь по встречке? Во, разворотик. Это наша история, как говорится. Здесь мы с тобой разворачиваемся супер-мега аккуратно. Здесь вроде как никого нет. Ну и все, стартуем. Хотя нет, лучше стартовать, знаешь, где? Где вот мост, короче говоря, начинается. Вон там вот лучше и стартовать, на самом деле. Вот где-нибудь вот здесь получается. Я надеюсь, что никого по пути не будет. И что все будет чики бомбита, так сказать. Так, ладно. Раз, два. Ну-ка, стой, подожди. А если я сделаю... Во, вот так вот. Так, давай. Ну, пробуксовочки здесь нету, видимо. Так, и мы уже с тобой разогнались до очень приличной скорости. Только сейчас нужно дико, мега, гипер аккуратно ехать. Чтобы никого не задеть, пожалуйста. Понял, спасибо. Ну, маневренность у нее, конечно, типа такая себе. Я очень надеюсь, что как только я ее прокачаю, то маневренность, ну, как бы гораздо лучше, что он называется, будет. Так, а мы тем временем с тобой едем, смотрим, какая тут может еще максималочка быть. Главное, ни в кого не влепиться. Потому что если мы влепимся, то будет не очень приятно, как минимум. Так, 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 так. Ну, слушай, ну, она едет 299-300 км в час, как я понимаю. Тут еще видишь, тут еще всякий склон. 310? А куда? Ты куда разогнулась? Ну, нет, ладно. Это был типа спуск, понял? То есть это спуск, поэтому я не знаю, каким результатом именно можно верить во всем этом промежутке. Но, тем не менее, мы уже, в принципе, едем в сторону Арзамаса, где есть СТОшки. Поэтому это очень даже удобно. Так, 310. Тут более-менее ровненько. Так, сейчас мы вот так вот немножечко выровняем машинку непосредственно. 340 она херачит! Это в стоке! Она херачит в стоке 340 км в час. Это просто охереть. Ну, слушай, ну, это очень-очень достойно. И я надеюсь, что я могу ее прокачать. И было бы очень даже славно, что называется. Так, ладно. Слушай, мы с тобой узнали максимальную скорость. Это Супер Мега Гудс. Я сразу же сейчас что сделаю? Так, мне нужен Inventory. Пожалуйста, можно Inventory? Вот он, Inventory. Так, здесь ремкомплект. Я его использую. Конечно, его лучше непосредственно около СТОшки лучше было бы использовать. Ну, да ладно. Так, я ввожу GPS. И дальше мы ищем СТОшку с тобой в ближайшую. Ближайшая СТОшка. Это Арзамас. Арзамас. Ну, окей. 1 200 метров. Что называется. Поехали. Вот опять вот эта вот хрень. Ну, зачем вот? Что вот это? Очень странно. Ну, ладно. Ладно, хорошо. Мы сейчас доедем до СТОшки. Прокачаем этот автомобиль. И посмотрим, как жестко и сильно он будет ехать уже после прокачки. Пока что максимальная скорость 340 км в час. В стоке. То есть без каких-либо вмешательств в движок. Очень надеюсь, что ее получится прокачать. Потому что если нет, то типа такое. Все-таки это персональный типа автомобиль. И я вот хз, кстати. А можно ли их типа продавать, допустим, да, кому-то? Или просто слить в голос, я не знаю. Ну, вот мне нужно 10 лямов. И я решил ее слить в голос, да. Так, ладно. Все. Мы сигналим с тобой, да, непосредственно. Лоп. Так, и что же мы здесь видим? Открыть меню тюнинга. Для начала я бы глянул визуальный тюнинг. Было бы мне очень интересно, можно ли что-то на нее поставить. И вот я сейчас, короче, прокликиваю, протыкиваю. И ничего из этого поставить нельзя. Винилы, может быть, какие-то еще что-то. Это, конечно, можно поставить. Но я не хочу их ставить. Я хочу, чтобы это была не колхоз-машина, да, а что-то вот более-менее, ну, прикольненько, короче говоря, да, такое. И тонировочку, конечно же, я бы поставил полную тонировку, естественно, чтобы было классно, великолепно. Так, я ее сразу же подтверждаю. Так, здесь у нас что? Здесь у нас оттенок тонировочки, но я бы хотел чисто черного цвета. Чтобы был тонер и все было хорошечно. Так, еще, еще чернее, что ли? Куда уж еще-то чернее? Ну, тут вот, чтобы чуть-чуть хотя бы было видно. Прекрасно. Так, ну и винил, свет фары и прочие вот эти вот истории я не хочу трогать. Отсюда я выхожу, я опять сигналю. И, соответственно, теперь у нас меню тюнинга. Так, и технический тюнинг. Поехали. Так, для начала, это двигатель максимального 10-го уровня я ставлю. Это стоит 250 тысяч рублей. Но, как говорится, ничего страшного. Так, следующее. Это тормозные колодочки, опять же, 10-го уровня. Еще минус 45 тысяч. И управляемость также 10-го уровня ставлю за 80 тысяч рублей. Подвеску я менять не хочу. Она, в принципе, очень даже хороша и сейчас. Диски я не хочу трогать тоже. Приставки на струбицу раз восхождения. Такое ощущение, что не очень-то уж и сильно хочется вот это вот все дело менять. Ну вот, разве что, чтобы колесики выходили. Но, с другой стороны, осенили это нужно. Ну, в том плане, что мы же с собой хотим понять, какие у него, ну, типа, характеристики там всякие разные, приколдесные. Вот сильно ли это нужно? Очень даже хороший вопрос. Ладно, хорошо. Давай сзади я бы хотел сделать чуть-чуть вот так вот, чтобы было. Так, давай-давай. Хлоп-хлоп. Ага, прекрасно. Так, и здесь, соответственно, я бы хотел сделать ровно так. Такую же историю. И я нажимаю спереди. И сейчас мы сделаем так, чтобы колесики выступали. Я не знаю, почему мне это нравится, но мне это нравится. Вот, все, что нужно знать, как говорится. Гидравлику я не вижу смысла ставить. Я считаю, что это фигня какая-то. А вот азот, почему бы и да. Так, ладно. Мы с тобой все абсолютно сделали, что можно было. Вот, и, соответственно, я сейчас выхожу. У меня остается 7 лимонов целых. И как будто бы колесики маленькие, да? Как будто бы. Но, в принципе, пофиг вообще. Так, ладно. Нам сейчас с тобой нужно ехать в чуть-чуть обратную сторону. Я предлагаю сейчас ввести GPS непосредственно. Дальше, что нужно сделать, это найти банк Юшки, да? Допустим, что вот я хочу до Юшки, типа, доехать своим ходом. Так, и... Ага, я понял. Это немножечко не тот маршрут, который я хотел бы себе, конечно. Но мы вполне можем поехать в совершенно другую сторону, чтобы вот эту вот садить трассу. К слову, а вот эта вот трасса, которая слева, она удобнее не будет ли? Ага, как будто бы нет. Она, видишь, с постоянным, типа, поворотом. Короче, ладно. В принципе, вот этой вот трассы должно хватить более чем. Единственное, что есть парочку резких поворотов. Но я надеюсь, что они слишком большой проблемой не будут. А сейчас нам нужно ехать не по GPS, а немножечко развернуться где-то вот в этом, короче, промежутке. Ну, она уже очень резво стартует. Это уже подевидно, в принципе. Я, кстати, рад, что ее прокачать можно. А вот можно ли ее слить, допустим, в ГОСТ, да, в тот же самый? Ну, вот что, если мне понадобятся деньги и мне понадобится эта тачка? Скорее всего, так как она персональная, то я не могу ее продать кому-то другому. Так, кстати, мы уже едем-то. Пошли что, 300 километров в час? Нормально. Так и живем, кстати. Заправочки у нас тут всякие разные. Типуль. А у управляемости, кстати, что-то такое себе на самом деле. Но ладно. И на этом, что называется, огромное спасибо, что она уже, ну, как бы, очень даже резво едет. Более чем. Ай-яй-яй-яй-яй. Тихо-тихо. Сейчас ЕПП мне как прилетит. Я не хочу ЕПП. Я не нарушитель. Спасибо. Так, все. Вот отсюда. А, стой, подожди. А давай-ка мы с тобой вот так еще глянем. Так, разгончик берем жесткий, великолепный. Давай. Соточка уже. Две соточки уже. Но я понял, короче. В принципе, полет, как говорится, очень даже нормальный. Так. И, интересно, успели я до поворота. Мы уже потихонечку начинаем поворачивать. Тихо-тихо-тихо. Пожалуйста, аккуратно. Мы уже едем 370, 380. Ёшкин-матрёшкин. 400 километров в час. Для 410. Все. Мы узнали максималку. Это 410 километров в час. Я не знаю, самая ли это быстрая машина. Блин. Я классно езжу. Классно. У вас есть ремкомфлект. Я знаю. Спасибо. Чинимся. Заводимся. Короче, все великолепно и прекрасно. Машина просто едет суперски максимально. Насколько это возможно. Но сейчас я бы в любом случае отдыхал в удаюшке, чтобы получить номера. Я, кстати, не особо понял, где здесь, типа, прикольные получать номера. Я понимаю, что, типа, пить у кого-то, прочее. Но, тем не менее, типа, очень странная такая история чуть-чуть в плане номеров. Потому что я бы хотел именно вот ЕМА, чтобы было. Понял? ЕМА. Типа, 777 ЕМА, типа. Почему ЕМА? Что, типа, ЕМА, как круто я и так далее. Ладно, хорошо. Так, нам нужны госорганизации. И дальше нам нужно, я так понимаю, МВД или нет? Правительство, ФСБ, больница, МЧС. Ну, явно не МЧС, поэтому нам нужен МВД. Поэтому, как говорится, поехали. И что-то он меня ведет с какими-то странными путями. Потому что... А, потому что МВД у нас в Никитине находится. Нифига себе, я даже не знал. Ну, ладно, поехали. Я сейчас, короче, доеду. И мы с тобой получим быстренько на нее номера. Ну что, мы, наконец-таки, доехали с тобой до всей этой истории. Я сейчас нажимаю... Ну, хотя, стой, подожди. Зачем мне ее выгружать? Если я просто могу заглушить двигло непосредственно. Выйти из автомашины и дойти... А, да, она загруженная должна быть. Это я помню. Что-то я совсем забыл про всю эту... Да, перепрыгни ты, ешкин, ты. Спасибо большое. Эй, я Райан Госсинг. Я такой, вообще, загадочный мужчина. И я есть, Райан. Подожди. Я есть, Райан. А где тут? А где тут? А вот тут. Здание МВД. Живательно на 72-м регионе. Можно, пожалуйста? Можно, конечно. 72-й. Вводим. Далее. Получить номерной знак. И это... Опа. Ну, или Ора. Я не знаю. А можно еще какую-нибудь, типа... Оп. А, понятно. Нельзя так. Окей, класс. Оказывается, что тут нельзя, как бы, видимо, покупать номера. Хотя, может быть, и можно. Я, видимо, что-то не проверил. Ну, а теперь у меня здесь прекрасные номера на 72-м регионе. Ора 734. Ор просто капец жесткий, в самом деле. Да, уж, конечно. Это просто жесть какая-то. А может быть, я еще что-то сделаю? Типа, купить другие номера, поменять их. На вашем уже есть номерные знаки. А может быть, я их снять могу? Я просто, чтобы ты понимал, я вообще не знаю, могу ли я это сделать. Что он сейчас сделал? Что это вообще такое? Так, ладно, сейчас. Подожди. Давай я попробую. Итак, давай посмотрим, могу ли я что-то хотя бы с этим сделать. Снять номерной знак? Вот да, я хочу снять его. Вот все, я его снял. Я хочу купить другой. Но, скорее всего, чтобы это сделать, ну, типа, получить адекватный номерной знак, тут реально нужно задудонить денег. Вот. У меня, кстати, там, по-моему, была какая-то штучка, что я, типа, вроде как могу это сделать. Так, ладно, еще раз. Смотри. Так, 72-й регион я хочу получить. Ну, короче, я понял. Всякое говнище. Ладно, пофиг. Пусть будет такой номер. Я, кстати, не знаю, может быть, это в Призе у меня где-то есть. Типа, Призе или Роулетте, или как-то, что-то в этом промежутке. Нет, здесь явно ничего нет, кроме Запорожца, который я бы сразу же продал, потому что нафига он мне нужен. Так, и этот еще. Кто он называется? А, он мне, кстати, из бесплатного кейса. Выпал, на секундочку. Так, ладно, что я хочу сейчас сделать? Я сейчас хочу вот так вот хлоп сделать. И что-то я еще хотел тут написать. Ну, ладно, чертим. Все. Все, хватит. Сегодня мы с тобой что сделали? Сегодня мы с тобой сделали очень подробненький обзор непосредственно на Макларен-Сену, которая падает из БПшечки. Вот. И, собственно, еще и получили на нее номера, чтобы они у меня сразу же были, чтобы ко мне не было никаких вопросов. А номера, конечно, такое себе. Вот. А что касаемо самих, как бы, номеров, то я черт его знает, как, в принципе, их вводить, еще там что-то делать. У меня вот еще есть украинские номера, белорусские номера. А, это он что такое? АМ-Россия? МХО, 55-й. Так, ну, здесь, как говорится, все понятно тоже, конечно. Очень все интересно и классно. О! Кейс Барби. Серьезно, у меня был кейс Барби. Давай рубанем. Откроем кейс Барби, из которого, скорее всего, что я сейчас? Экспириенс, да, выбью? 25 тысяч, кстати. А? Вот так вот. Так, ну, здесь я так понимаю, что все понятно. Может, у меня еще что-то есть интересного в инвентаре? Потому что, если есть, то было бы очень классно. У меня есть, по-моему, получение номеров, типа. Врррр! То, что я сейчас купил, с этим и так, как говорится, все понятно. Неужели это все? О, колонка у меня есть. Я и не любитель всем показывать мою музыку. Матрешки! Второе годовщину у меня есть. Нифига себе. Вот это ностальгия, конечно, конкретная. Но я думаю, что с этим и так все понятно. Ну, что же. Я так понимаю, что здесь с номерами достаточно сложная история. Типа, я бы их мог купить, конечно же. Да, типа. Но у меня сейчас 84 рубля. По-моему, я ничего не смогу сейчас купить на вот эти вот огромные деньжища. Ну, кроме скиллов там, да, которые мне, я считаю, что не очень-то уж и сильно нужны. Вот. Возможно, что в будущем я семью, к слову говоря, да, создам. То есть, это 650 рублей стоит. Но пока что я, если честно, не очень бы хотел этим сильно заниматься, грубо говоря. Держу в курсах. Ладно. Ну и персональный знак, это вот 650 рублей. В принципе, клань, если типа, было бы неплохо. Ну-ка. К-Л-А-Игрик-Н-Д. Понятно. Не получится у меня так, скорее всего, сделать. Хотя, стой, подожди. Три числа? Ну да, да, вряд ли получится. Короче, с тобой, как обычно, был Паша Клейнс. Я тут на мат... Почему на матрешке? В матрешке, правильно говорится. Ну, это же игра. Понял? Ладно, короче, всё. Огромное тебе спасибо за просмотр, дружище. И не забывай про лайкосы туда-сюда. Ну и всё, увидимся уже в других сериях, как говорится. F9. Субтитры создавал DimaTorzok